всем привет сегодня я буду говорить про лондон буквально на днях в лондоне подвели итоги престижной международной премии в сфере недвижимости и что отрадно из российских представителей победителем стала компания атлас девелопмент кто помнит я делал разбор башни айтауэр от этой компании кто не видел ссылочка тут яна белинского 163 а за мной башня айтауэр всего в ней 32 этажа и таких башен будет 2 это башни класса комфорт плюс получили они эту премию за жилой комплекс бизнес класса парк столиц в категории высотное жилое строительство нас ждут очередные небоскребы и человейники или нет посмотрим кстати в прошлом году эту премию получила башня федерация в москва у сити и еще один жилой комплекс премиум класса в санкт-петербурге привилегия престижную премию вручал сам член палаты лордов великобритании и омбудсмен по делам недвижимости великобритании сам лорд ричард стюарт бест в этом ролике мы поговорим про планировки ведь планировками ребята очень сильно гордятся и в частности генеральный директор владимир вот что говорит про них квартиры это одно из достоинств комплекса предусмотрены кухни ниши гардеробные раздельные зоны для родителей детей так в трехкомнатных квартирах первого жилого дома лондон мы развели взрослых и детей в пространстве у родителей в спальне своя ванна и туалет гардеробная зона дети отделены одних гостиной и кухней высота потолков в лондоне 285 на последних этажах 3 метра а на самой вершине до 5 метров друзья вы знаете с каким удовольствием я разбираю планировки и рисую новые ну и сейчас я взял квартиру трехкомнатную в башне лондон и посмотрю как же она выглядит насколько она удобно что можно с ней сделать поехали к слову сказать трехкомнатных квартир я не нашел видимо они уже все проданы зато я нашел четырехкомнатную по крайней мере на сайте так написано 4 комнаты стал смотреть повнимательнее и обнаружил первую странность странно заключается вот в чем в корпусе милан примерно такая же квартира с тремя спальнями и одной общей комнатой называется трешкой а в корпусе лондон точно такой же конфигурации квартира она почему-то обозначена как четырехкомнатная а в милане трехкомнатная ну давайте считать что это трехкомнатная потому что здесь три спальни и одна общая зона так что считаем ее за трешку трехкомнатная квартира которая предназначена судя по планировке для четырех человек потому как спальне для родителей это два человека и детская на две кровати плюс 2 это уже четыре еще остается кабинет в который тоже люди стремятся кого-нибудь подселить но неважно будем считать что для четырех человек заходим в прихожую смотрим прихожая имеет шкаф видимо быстрый гардероб и дверь налево это по всей видимости кладовка со стиральной машиной постирочная вход в которую через прихожую это не очень хорошо потому что мы же туда носим стирать вещи и потом чистый их несём обратно если это все происходит через прихожую то наверное это не очень хорошо ну сами понимаете прихожая грязь и все такое прочее сам размер прихожей конечно оставляет желать лучшего и шкаф желает оставлять лучшего ну попросту он маленький для четырех то человек одежды нынче много обуви шапок но у сумок там всяких и конечно же будет не хватать катастрофически полок и вешалок для того чтобы развесить всю многочисленную одежду если эта семья молодая дети маленькие для них нужны коляски и санки и прочее вопрос куда это все хозяйство поставить может быть в подъезде может быть в колясочной но тем не менее это вопрос идем дальше попадаем в гостиную на первый взгляд вроде бы неплохая неплохая 27 квадратных метров в ней есть кухня и даже с островом есть отдельно стоящий обеденный стол и это очень здорово он прям на шесть человек рискет есть диван телевизор и напротив в общем то все есть и даже два окна есть это очень классно когда есть много света в комнате вроде бы и кухня достаточного размера я бы единственное сделал наверное остров чуть побольше чтобы так сказать место для готовки было пошире и вот таким образом чуть-чуть улучшил бы кухонное пространство в остальном ну наверное все неплохо телевизор с диваном все как в общем то мне нравится на одной центральной оси можно все это расположить не сказать что сильно просторно но в целом все достаточно компактно правильно расположена идем дальше попадаем в коридор налево это кабинет направо это гостевой санузел он же ванная для детской комнаты вообще на самом деле в ванной все есть раковина унитаз сама ванна место достаточно единственная бы делал конечно раковину побольше потому что та которая здесь ну совершенно неприемлемо и она очень маленькая и в такой маленькой мыться неудобно а как только мы делаем раковину побольше это значит появляются дополнительные углы это нужно двигать унитаз ну чтобы мы там лбом не стукались об край раковины когда вставать будем это вопросы эргономики на самом деле и к ним конечно нужно относиться повнимательнее еще один момент который меня здесь смущает это унитаз напротив двери и сами понимаете заходишь и напротив унитаз но раковина все-то и всяко поприятнее выглядит чем унитаз поэтому лучше все-таки напротив входа делать раковину а унитаз смещать сторону ну это так рекомендация с точки зрения дизайна что касается кабинета мне кажется расположение немного странным вот так вот диван напротив стола все-таки захочется наверное шторы повесить и диван придется отодвинуть от этой стены и вот останется совсем мало места от дивана до стола ну соответственно когда будем садиться ножки могут упереться в край этого стола поэтому расположение не совсем удачно я бы по-другому перекомпоновал но в принципе 12 квадратных метров более чем достаточно чтобы расположить мебель как хочется в общем то хотя скорее всего покупатели такой квартиры с двумя детьми захотят сделать из нее детскую собственно сама детская 16 квадратных метров достаточно большая комната комфортная в которой можно расположить двух детей если дети у вас до подросткового периода то запросто их можно поместить в одной комнате ну то есть ничего страшного наоборот им так веселее это уже когда подростки вот там нужно расселять каждому отдельно чтобы было свое личное пространство но предположим что эта комната для двух детей соответственно нужно две кровати два рабочих места ну или одно место для игр но с двумя стульчиками шкаф разумеется меня здесь в этой истории конечно немножко напрягло расположение этих кроватей как в пионерлагере знаете вот так вот или как в казарме во первых это некрасиво во вторых они заслоняют проход и в третьих они занимают все жизненное пространство а детям она просто необходимо чтобы где-то можно было играть но там знаете кубики разложить паровозик покатать в общем надо по-другому расставлять мебель конечно многие думают но отчетом мебель расставлять это же не так сложно главное квадратные метры да нет друзья мои я рекомендую мебель расставлять расставлять в самом начале только когда вы задумались о ремонте и вот тут может всплыть много интересных сюрпризов то не влазит это не влазит это не помещается так не нравится поэтому мебель расставляйте сразу же но я перехожу в мастер спальню слушайте первое что бросается в глаза это вот этот вот ажурный столик я его вижу из проекта в проект видимо где-то у архитекторов и проектировщиков сохранена специальная база где у них вот это вот любимый предмет это такой знаете столик из времен людовика 14 вот такой вот барочный предмет который кочует из проектов проект современных домов мне это кажется конечно странноватым да и вообще расположение в спальне на мой взгляд сама неудачная ну после детской вот если с гостиной все получилось то в спальне родители тут как-то отдохнули с расположением что не так во первых когда мы заходим в эту комнату мы сразу же упираемся в тумбу с телевизором и видим торец и тумбы и телевизора за телевизором провода и в общем-то это совершенно не красиво а заходя в любую комнату если мы говорим про дизайн мы должны заходить на красоту чё красивого в торце телевизора не понимаю дальше торец шкафа который уперся в угол стены во первых он маленький во вторых такое расположение она просто не красиво следующая вещь которая меня смутила это вход в ванную комнату которая чуть ли не напротив изголовья кровати но представьте вы лежите на кровати и тут открывается дверь и и там кто-нибудь сидит значит и читает книжку ну как-то так себе знаете ли расположение конечно нужно перемещать дверь хотя бы уносить ее подальше к углу подальше от изголовья сразу возникает следующий вопрос если мы переносим дверь в угол то куда же деть стиральную машину на самом деле стиральная машина в этой ванне быть не должна вообще но во первых ванна превращается в постирочно-помывочную тут же мы уже не ведем речи о каком-то удовольствии или ванной как от комнате для релакса а именно так надо проектировать ванные комнаты а иначе вы просто лишаетесь квадратных метров которые можно использовать для себя любимых и сделать все это красиво и с удовольствием так вот стиральная машина есть ли вы эту стиральную машину включите вечером то она просто будет вам мешать спать а но она же шумит особенно когда отжимает стоит гринит здесь стиральная машина быть не должна нужно ее отсюда убирать следующее расположение сантехники она конечно меня сильно повеселило потому что чтобы пройти к унитазу нужно обогнуть раковину большую раковину мы здесь не поставим потому что она вообще весь проход заслонит ну и когда мы все-таки просочимся между ванной и раковиной и присядем на любимое место в квартире то получится что мы забились в какой-то уголок но это совершенно неудобно само по себе расположение какое-то нелепая это не красиво будет в дизайне дак она еще и не неудобно и ну и то что унитаз напротив входа это я уже говорил это тоже некрасиво поэтому так делать не стоит короче говоря в ванной нужно делать перекомпоновку в спальне нужно делать перекомпоновку но сейчас обращаю ваше внимание на слова застройщика который обещал вам хорошую звукоизоляцию благодаря тому что спальня родителей разнесена от детских на определенное расстояние и между ними находится кухня и гостиная где здесь это реализовано спрашиваю я вас где вот детская вот спальня и между ними тоненькая перегородочка а это значит одни будут слышать других в целом если говорить о всей планировки вы знаете на первый взгляд вроде бы она неплохая сделать из нее хорошую квартиру с хорошей планировкой можно ну не зря же ребята все-таки премию получали кстати это не единственная премия которую они получили их там целый ряд ну в общем постарались заморочились ну где-то чуть-чуть не дожали ну где-то чуть-чуть не не додумали ну не страшно мы же есть так что обращайтесь к нам по ссылочке в описании вы сможете заказать услугу консультацию и разбор планировки которые я для вас с большим удовольствием сделаю но пока ставьте лайк жмите на колокольчик подписывайтесь на канал в следующем ролике я разберу трешку в корпусе милан всем пока да пребудет с вами муза и милан 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 Субтитры подогнал «Симон»